короче сейчас моего напарника нет мы его ждем уже прошло 20 минут среди того как мы должны были начать снять и это не мой напарник нельзя друзья опаздывать нельзя и приходите вовремя вы чаще тем не менее его до сих пор нет и вот я играю на гитаре я сижу и мне скучно я просто понимаю сейчас диму когда он меня ждал тогда 40 минут всем привет в эфире программа для тех кому все интересно салют еще такая расстроенная да у меня целый день сегодня кита форс-мажоры ну во первых ты опоздала 30 минут извини второе у меня сегодня был диктант и домашки на три листа и 3 нам сегодня делали прививки ой форс-мажоры это саранча зиму или снег летом а домашки диктанты прививки смотрим видом анонс шифровка посох а вы слышали на отдыхе посох какой именно ты что много посох увидела но как же нептуна деда мороза и гендальфа из властелина коляс ну помнишь такой бородатый ну конечно помню так посох это символ власти не только он нужен для того чтобы при ходьбе ну спотыкаться ну смотря какой сказках это вообще-то волшебная вещь один раз тухнешь о землю чудеса а посох ли это вообще ты знаешь же какие у нас анонсы коварные может быть это кочерга или шеф для прыжков а может быть это палки для скандинавской ходьбы или просто трость как у бабушек видели да не это было бы слишком просто скорее всего это телеграфный стол неожиданно ну смотрим сюжет хоккей один из самых травмоопасных видов спорта и требует большого количества защитной экипировки но они как-нибудь в другой раз а сегодня мы поговорим о клюшке откуда она взялась и кто ее придумал есть история что голландские пастухи когда-то в древности гоняли подобие шайбы своими посохами с изогнутыми ручками это и были первые клюшки вырезали их из веток прочных сортов древесины с тех пор форма клюшек мало изменилась а вот способ производства хоккейные клюшки для полевых игроков и вратарей отличаются друг от друга причем не только внешне зачастую изготавливают их из разных материалов и по разным технологиям используя дерево или композитные материалы вратарскую клюшку делают из разных сортов дерева осиные потому что она легкая и березы им потому что она очень прочная два осиновых брусочка просто склеивают друг с другом а по бокам на тот же самый клей прикрепляют березовые бруски получается что-то вроде слоеного пирога вместо крема специальный клей состав которого производитель клюшек держит в строжайшем секрете на профессиональном уровне вратарская клюшка живет от силы неделю максимум две в ходе игры шайба рано или поздно разбивает ее в щепки и какие бы передовые технологии не применялись существенно продлить ее жизнь не получаются последнее время некоторые производители начали даже использовать кевлар это материал применяемый при изготовлении бронежилетов бойцов спецподразделений но композитные клюшки все равно ломаются а вратари зачастую используют старые добрые деревянные склеенную ручку соединяют с заготовкой крюка которая кстати тоже деревянная но внешне покрыта пластиком и тут начинается самое интересное клюшка приобретает индивидуальность кому-то из игроков нравится острый носок кто-то хочет играть почти квадратным носом кому-то подавай изогнутый крюк а кому-то прямой сколько игроков столько и вкусов а значит столько и клюшек и вот снаряд хоккеиста уже приобрел окончательную геометрию теперь он попадает в цех поверхностного укрепления здесь на заготовку наносят специальную смолу и несколько слоев материалов которые держат в тайне на клюшку их наносят медленно и тщательно в их сочетании кроется секрет легкости и прочности клюшки а значит и конкурентоспособности на выходе из пресса вратарскую клюшку обтачивают на шлифовальном станке придавая ей окончательную форму это ручная работа поэтому даже стандартная клюшка все равно получается уникальной остается ее только раскрасить даже и представить себе не мог что хоккей придумали пастухи целый день пасешь себе овец и коров скукота такая кстати многие игры так придумали и телепрограммы тоже хотя они тоже бывают скучные так что дальше так анонс а вы вы слышали что что говорю анонс такой а вы слышали что что ничего что слышали песню леди гаги сплетни свежие новости кстати есть такое выражение в одно ухо влетела в другое вылетела это невозможно ухо не так устроено да неужели нету сквозного парохода надо всем рассказать о строению ухо обязательно а то она придумывает всяких выражений смотрим все же возьмем немного соды хорошенько перемешаем теперь песок ага отлично дальше спирт а теперь поджигаем ой это что за чудовище такое я ведь изобретал новейшее вещество эх ничего не вышло и как эти ученые изобретают такие необычные штуки вот к примеру гидрофобный спрей вещество которое способно сделать водонепроницаемой любую поверхность даже бумагу и самое главное одежду да это ведь изобретение будущего смотрите как ловко вещи обработанные гидрофобной жидкостью справляются с грязью вот бы мне таким джинсы пропитать это ведь какая экономия на стирке а теперь перед вами не тянул это сплав никеля и титана его особенность в том что этот металл буквально запоминает свою первоначальную форму что это значит что даже после деформации он сможет восстановить свой прежний вид нужна лишь температура около 50 градусов цельсия вот бы мне очки из не тянуло мало ли не уследил случайно прижал дужки погнул а тут и переживать не придется оставил на пару минут и все в порядке как новенькие используют не тянул и в медицине им скрепляют кости а это что такое ничего себе чудеса волшебная краска называется line x этот спрей способен сделать прочная любую вещь хоть арбуз ей украсть хоть дыни главное как потом из них мякоть достать но кроме шуток вещество и правда полезное защитит от любых хулиганов ну а любителям чего-то более воздушного предлагаю приглянуться к аэрогелю это вещество больше чем на девяносто пять процентов состоит из воздуха облака на ладошке только вот по свойствам он не такой уж и простой аэрогель обладает низкой теплопроводностью проще говоря он может защитить любой предмет от воздействия тепла посмотрите сами температура более 600 градусов по шоколадному зайчику хоть бы что а может вы хотели бы выйти сухим из воды чтобы этот фокус получился нужно покрыть свое тело аэрогелевой пылью но есть одно необычное вещество которое вы сможете сделать самостоятельно не ньютоновская жидкость будьте уверены она вас удивит все что нужно это крахмал и вода поглядите как интересно эти вещества ведут себя при соединении в зависимости от воздействия эта жидкость может быть твердой или наоборот сильно ударяешь упругое и эластичное медленно опускаешь что-либо мягкое и обволакивающее ну вот другое дело теперь хоть на минутку можно почувствовать себя изобретателем еще утром я и понятия не имел о таких высоких материях а теперь в беседе любого положу на лопатки если он не смотрел этот сюжет положу на лопатки и дам ссылку на сюжет пусть учится кстати друзья на ютубе весь архив нашей программы темы сюжета самые разные прочтите в описании а теперь третья рубрика интерактивный конкурс вопроса мы не знаем но зашифрован так на отдыхе что на отдыхе шезлонг крем от загара комары шашлык что еще может зонтики любое кишечное расстройство ой давай щас только не про это а то всех спонсоров распугаем тема будет приличная наш спонсор а приз 50 бонусных рублей на поездку напоминаем что участвуют в розыгрыше только школьники и студенты внимание вопрос внимание вопрос как называется место отдыха морских котиков вариант а гульбище вариант б стойбище вариант в пастбища вариант г лежбище думайте быстрее скоро прозвучит звуковой сигнал после которого надо отправить сообщение на этот прекрасный номер в вайбере участников много но повезет тому кто первым пришлет правильный ответ с вами были ведущие артем и катя что откуда почему google устал спроси у нас до встречи пока что пошли завалился были слишком большие паузы нет никаким больших паузов не было классно было классно а